Денис, не расскажешь, где ты, почему ты здесь и вообще что происходит? Честно, Даня, отойди немножко от этой машины, так что приехали, голова кружится. Просто смотря вокруг на эти домики милые. Смотри, украиня, крыша из типа соломы какой-то. Так прикольно. Мы сейчас попадем на какое-то поле интересное, просто пойдем на прогулку. Вы просто видели мои обуви, ребята? Это стиль, это стиль. Я не понимаю, Дэн, откуда эта крутость? Откуда? Как быть таким же стильным? Мы вдохновляем друг друга. Ты видишь, это стиль? Дэн взял Дольче Габбана, а я Луи Виттон. Люди немного комплексуют рядом с нами. Можно начать с нескольких историй, которые произошли буквально вот на этой неделе. Даже сегодня и вчера. Хотя у нас таких историй достаточно много, но поделимся самыми последними апдейтами. Мы приехали сюда, только начали ходить в зал. А мы, ребята такие спортивные, как бы, любим подкачаться. Любим подкачаться немного. Ну, короче, локдаун случается. Все закрывается, все просто, все закрывается. На улицу особо нельзя выходить. Залы все закрывают. Мы пытались договориться с этим владельцем качалки. Чтобы ходить хотя бы хоть как-то, хоть чуть-чуть. Но он говорит, ну вообще никак, парни. Закон есть закон. Это не Украина. Мы такие, понимаем, это не... Не, ну в Украине тоже. Ну, да. Сорян, продолжаем. Продолжаем, реже потом. Думаем, надо сходить в зал. Вечером едем, просто на последние часы, когда до закрытия зала приезжаем. И перед этим локдауном, перед началом карантина. Да, прям вот. Вот сегодня вот у ночи случился, этот локдаун, все закрылось. А вчера еще было окей. Мы, значит, приезжаем, значит, занимаемся, ну, то есть на пампер по максимуму, да, то есть нас не узнают. Просто машины, терминаторы. Раз. Короткое интервью, как настроение, да? Мочит по весам, конечно, сегодня. Сегодня. Куча, да? Блин, он на весел. Короче, занимаемся, познакомились с челом. У чела, значит, качалка дома есть. Ну, и мы, значит, такие пытались с нему пристроиться. Он такой, парни, парни. Закон не закон. Нельзя в гости ходить. Это не Украина. Да, много ограничений таких, типа, что нельзя ни в гости никому ходить, нельзя даже встречаться на улице больше, чем один на один. Ну, и то один на один уже хорошо. Ну, и короче. И они же, короче, правила соблюдают. И, значит, ну, мы такие, уже занимаемся, уже в зале никого нет, кроме нас, этого. И владельца этой качалки, значит, занимаемся, занимаемся. Он уже говорит нам, бой. Уже время, как вы видели. Он показывает, как намекает. Мы такие, мы уже заканчиваем, намекаем. Да, да, пошли, добили, короче, все. Выходим из зала, короче. А мы верим, знаете, чтоб, ну, вот, мол, короче, что-то сделает. Я бы знал, я просто знал. Если какая-то дверь закрывается, то что-то должно открыться новое. И мы, короче, выходим, такие, стоим в велики раскручиваем, привязали их. И потом, какой-то такой деда подходит, такой в форме. Дед, реально, такой седой, прикольный, такой невысокий, низкого роста. Такой, такой босс, типа, начинаешь... Что вы там, как дела? Чуваки. Ну, мы, короче, ведем тему разговора. Он, короче, боксер. Он начинает, там, про этого, Тайсона рассказывать. Тайсон Фьюри. Мы про украинских, там, про Кличка, про Усика задвигаем. Он говорит, да, они прикольные боксеры. И мы такие спрашиваем, а где вы, кстати? А, короче, вот здесь зал, и вот здесь рядом его этот бокс-клуб. Прямо возле зала. И он, походу, владелец, или кто, он, не знаю, тренер. И он вышел к нам, ну, он вышел на улицу, просто встретился с нами, и мы начали говорить. И нам приходит идея, может быть, на бокс походить. Но бокс же, наверное, тоже закрыт будет. А он говорит, не, мы будем заниматься, ну, типа, будем пускать там по одному, ну, максимум по двое в зал, ну, типа, так, чтоб не было там толпы. Реально. Он говорит, ну, как бы, локдаун будет, но... Мы просто закроем кле... И мы такие, опа, идея. Идея. А может, мы будем приходить в гости к ним? А мы такие у него, ты же моксом занимаешься, он такой, хоп, хоп, хоп. Говорит, мне 72 года, но... Да, ты понял, да? Пару движений показал. А он реально выглядит как коуч, как, я не знаю, просто как тренер. Он, кстати, спортивный такой прям, такой резкий-резкий. Ну, мы, короче, поняли, это наш челик. Это наш вариант. Короче, мы взяли его номер просто, Данил сразу сохранился. Ну, короче, не знаю, как оно будет. Мы еще не договорились, еще ничего не начали. По деньгам тоже не ясно, чуть-чуть дороговато для нас там. Но если это будет, если мы сможем проходить, то это будет большое благословение для нас. Да. Но если тоже что-то будет, то мы обязательно видос какой-то вставим сюда. Ну, и вторая история, которая случилась буквально сегодня или вчера тоже. Я на днях начал писать новостное письмо, чтобы рассказать моим друзьям, людям, которые меня раньше поддерживали, молились за меня или финансово поддерживали. Просто рассказать новости, что у меня вообще происходит в жизни. Я же уехал с Украины, и что я сейчас, где я? Я написал там, все рассказал, вот я там, показал пару фоток. И, ну, просто все как есть. Ну, и сказал, что я там нуждаюсь сейчас в молитвенной вашей поддержке и в финансовой тоже. Если у вас есть возможность, если вас Бог побуждает, я был бы рад принять вашу поддержку. Потому что, ну, реально, тут пока что времени на работу у нас нет. Вообще. Денег на жизнь тоже немного, но надо, ну, как-то, надо как-то выкручиваться. И я отправил это письмо, значит, многим-многим людям, пока что там почти еще никто не ответил. Но перед отправкой письма у нас есть тут студенты, там, где мы живем, наши. И я дал одной студентке американской девушке проверить письмо. Говорю, может, там, проверить? Ошибки, я же украинец все-таки. Это на английском я писал. Она все проверила, там, изменила кучу. Все поменяла? Да, все поменяла. Говорит, все, письмо хорошее. И потом пришла идея, она говорит, о, ты тут, типа, пишешь, что тебе нужна финансовая поддержка. А мне буквально, говорит, вчера написали мои дедушка и бабушка с Америки. Говорят, что мы хотим кого-то финансово поддержать, но не знаем кого, типа, в таком плане. Говорит, ты не против, если я им вышлю твое письмо? Я такой, в смысле, я не знаю. Ну, я как-то так, я не ожидал этого. Я говорю, я же их даже не знаю. Я обычно, типа, делюсь там со своими друзьями, со своими знакомыми. А тут кто-то, кого я не знаю. Я говорю, ну, высылай, это было бы прикольно. Я такой растерялся немного. Ну, говорю, ну, давай. Ничего особо, как бы, не ожидая, ну, я ей скинул ссылку, она скинула своим дедушке и бабушке. И в итоге сегодня утром она говорит, что они прочитали мое письмо, и они хотят меня поддержать и скинуть мне какую-то даже денежку, по-моему, что около 250 фунтов. И это, это прям много. Это покроет там, может быть, почти около месяца проживания тут, в Кембридже, для меня. И это просто тоже большое чудо, потому что я сегодня как раз был на пробежке, бегаю, бегаю и думаю, блин, денег вообще особо нет. Надо платить за то, за то, за то. И тут просто такой подарок от Бога. И я верю, что на этом все не заканчивается. Это только начало. Это только начало. И просто слава Богу за это. Тоже прикольно. Она, короче, ко мне подходит и говорит, типа, там моя бабушка и дедушка решили, короче, не платить налоги, решили спонсировать Дениса. Я такой, ну прикольно. Да, еще если бы мы были знакомы, но я вообще их не знаю. То есть я даже эту девушку, нашу студентку, ну мы знакомы с ней только две недели. И она, ей пришла идея. Я верю, что это просто Бог так связывает как бы людей, связывает разные варианты и просто благословляет своих детей. Тричь, ребята, еще одно свидетельство. До новых включений. До новых встреч. Будет какие-то новые истории, будем обязательно рассказывать, делиться. Будем снимать видео. На связи. Таким, замечательно. Продолжение следует...